Здравствуйте! Вы на канале Краткий Пересказ. Сегодня я вам расскажу о фильме 2017 года «Счастливого дня смерти». 9 часов утра. Девушка по имени Триш просыпается в комнате общежития у парня по имени Картер после жуткой пьянки. Девушка ничего не помнит о вчерашнем дне. Она просит Картера никому не рассказывать о том, что она проснулась у него. Выходя, Триш сталкивается в дверях с другом Картера, который с коридора спрашивает, получилось ли у Картера что-нибудь с Триш. Девушка идет по кампусу и видит разных студентов, кто-то просит ее подписать петицию, парочка попадает под фонтан из поливалок, испытание братства, где один из студентов не выдерживает и падает на газон. Триш встречает Тима, парня, с которым у нее было свидание и которого она игнорирует. Во время диалога девушка говорит Тиму, что свидание было ужасным и уходит от него. Добравшись до своего корпуса, Триш пытается незаметно проскользнуть в свою комнату, но ее замечает Даниэль и начинает засыпать девушку вопросами. Зайдя в комнату, Триш падает на кровать и спрашивает свою соседку по комнате Лори, что произошло вчера. Лори вкратце описывает события прошедшего вечера. Триш смотрит на часы и понимает, что она опаздывает на занятия в универ и начинает собираться. В это время Лори дарит Триш кекс в честь дня рождения девушки. Триш задувает свечу, а потом бросает кекс в мусорку, аргументировав свой поступок тем, что в кексе слишком много калорий. В аудитории нам показывают еще одного персонажа, доктор Григорий Батлер, ведущий лекцию. Даниэль просит сестер придумать цель акции для сбора денег. В это время одна из сестер подсаживается за стол с едой. Девушки указывают ей на то, что в этой еде слишком много калорий. Бекки встает и хочет унести еду, но в это время проходящий мимо Картер сталкивается с ней, обливая Триш. Оказалось, что Картер повсюду ищет Триш, так как девушка забыла у него утром браслет. Переодевшись, Триш идет в больницу, где встречает свою соседку по комнате. Лори говорит, что то, зачем сюда пришла Триш, ничем хорошим не закончится. Триш входит в кабинет доктора Григори Батлера. Следом за ней в кабинет заходит сам доктор, тот самый, что вел лекцию в универе и они начинают целоваться. Раздается стук в кабинет. Оказывается, что Григори женат и изменяет супруги с Триш. Григори говорит своей супруге, что это его студентка, а Триш встает, благодарит доктора за помощь и уходит. Триш сидит в комнате, накрашивая ногти. К ней заходит Даниэль с вопросом, когда Триш пойдет на вечеринку. Девушка отвечает, что придет позже и просит Даниэль не пачкать ее пиджак, который она надела. Триш идет по кампусу и слушает голосовые от отца, который говорит, что час просидел в ресторане, ожидая Триш, а она так и не пришла. В это время мимо девушки проходит толпа ребят. Один из них, в маске младенца, останавливается и оглядывается в сторону девушки. Триш, дойдя до арки, видит в ней музыкальную шкатулку, из которой играет мелодия. Развернувшись, она идет в обход арки и добирается до общежития, где должна быть вечеринка. Корпус оказывается запертым. Триш смотрит по сторонам и когда поворачивается к двери, то видит незнакомца в маске младенца. Испугавшись, девушка выписывает хук справа. Свет включается и Триш видит, что таким образом ее пытались разыграть. Вечеринка идет полным ходом. Триш и Даниэль разговаривают. К ним подходит Ник, парень, которого вырубила Триш. Даниэль, приревновав, убегает. Ник идет наверх и Триш следует за ним. В комнате Ник, снова надев маску, подходит к Триш, но девушка, пригрозив, что снова врежет ему, снимает маску. Ник включает музыку и начинает танцевать. Триш отворачивается и начинает писать сообщения Даниэль. В этот момент позади Ника появляется убийца в маске и пока Триш переписывается с Даниэль, убивает парня, а затем и расправляется с девушкой. Триш просыпается в комнате Картера. Понимая, что с ней снова происходит то же самое, девушка в панике выбегает. Добежав до своего общежития, Триш рассказывает своей соседке Лори, что она попала в день сурка. Лори предлагает ей остаться в комнате и не искать приключений на свои тощие американские булочки. Оставшись в комнате, Триш вооружается молотком, но совсем не за тем, чтобы сколотить скворечник или табуретку, как вы наверное подумали. Но и это ее не спасает, убийца в маске снова наносит свой удар. Триш просыпается в комнате Картера. У девушки истерика. Ее догоняет Картер, которому Триш все рассказывает. Парень помогает Триш сузить круг подозреваемых, которых оказывается вагон и маленькая тележка. Триш составляет список потенциальных убийц и решает проверить каждого. С каждым днем Триш решает попробовать что-то новое. После нескольких неудачных попыток найти убийцу, Триш просыпается в комнате Картера и теряет сознание. В больнице, куда ее привезли, ее снова находит убийца в маске. Триш удается от него сбежать на автомобиле Григори, у которого она стащила ключи. Радостную, что на этот раз ей удалось сбежать от убийцы, девушку останавливает полицейский. Триш рассказывает ему, что она употребляла алкоголь в надежде, что полицейский арестует ее, и таким образом она будет защищена от убийцы. Но как только коп сажает Триш в автомобиль, его сбивает убийца в маске. Запертую в полицейской машине девушку, убийца взрывает с помощью топлива, текущего из бензобака полицейской машины. Триш просыпается в комнате общаги. Она снова рассказывает Картеру о дне сурка, и чтобы доказать, что она проживала этот день, указывает ему на события, которые она уже видела. Сидя с Картером в кафе, Триш видит по телевизору сюжет новостей о убийце девушек, которые находятся в местной больнице на лечении. Девушка бежит в больницу предупредить, что он может сбежать. Зайдя в палату, Триш видит убитого полицейского, а за спиной у нее оказывается убийца в маске. Добежав до лифта, убийца догоняет девушку, но в этот момент его сбивает с ног Картер, которому убийца ломает шею. Спрятавшись в колокольне, Триш поджидает своего убийцу и вырубает его гвоздодером. Но затем понимает, что если она убьет убийцу и день продолжится, то Картер будет убитым. Поэтому она решает покончить с собой, чтобы начать день заново. Проснувшись в комнате Картера, Триш тратит день на то, чтобы исправить все ошибки, она просит прощения у соседки по комнате Лори, обливает шоколадным коктейлем надоедливую Даниэль, а также встречается с отцом, которого избегала. Вечером Триш решает покончить со своим убийцей и наведывается в больницу до того, как тот убьет полицейского и сбежит. Отняв у копа пистолет, она заходит в палату и пытается застрелить убийцу. У нее не получается. В этот момент убийца выбивает у нее пистолет. Бросив Триш о стену, он достает нож из двери. Отключается электричество и наступает полная темнота, а когда свет включается, то девушка исчезает. Триш оказывается позади убийцы с пистолетом в руках. Она стреляет в него несколько раз, прикончив. Картер и Триш сидят в комнате и отмечают день рождения девушки. Из угощений у них только кекс, подаренный Лори. Триш просыпается в комнате Картера. Девушка с ужасом осознает, что она снова проснулась в том же дне. Триш бежит в свою комнату и начинает собирать вещи. Лори подходит с кексом в руках и поздравляет Триш с днем рождения. Девушка говорит, что кекс она уже ела вчера. В этот момент до Триш доходит, что раз ее никто не убивал, то скорее всего она отравилась кексом. Лори говорит, что Триш сошла с ума, если думает, что она хочет отравить ее кексиком. Тогда Триш предлагает ей самой съесть свое творение, чтобы доказать, что он не отравлен или она пойдет в полицию. Лори набрасывается на Триш. В какой-то момент Лори заваливает Триш на кровать, но ее отвлекает Даниэль, стучащая в дверь. Триш бьет Лори в горло, а затем сбрасывает ее из окна общаги. После этого Картер и Триш сидят в кафе. Картер говорит девушке, что раз ее комната это место преступления, то она может переночевать у него. Он рассказывает девушке о фильме День сурка. Утром девушка просыпается в общаге. Услышав знакомый звонок, который будил ее все эти повторяющиеся дни, Триш хочет закричать от ужаса, но Картер вовремя сознается, что это он затеял розыгрыш со звонком и что сегодня наступил следующий день. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.